Всем здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то настало время, нашли время. Прошло уже где-то, наверное, полтора месяца, да, с того времени, как у нас появился вот этот вот морозильный ларь. Сами понимаете, грудничок, ребенок, постоянно насыщенная жизнь. Мы вдвоем с Танюшкой, она там за кадром будет разговаривать. Ну, а я тут на переднем плане. Дорогие друзья, как мы вам пообещали, хотим поделиться своими впечатлениями, сделать маленький обзор Ларя Фростер F500S. Тот, что мы приобрели. Да, русский производитель, ихний логотипчик. Сразу хочу сказать, что ссылочку мы оставим, как всегда, под этим видео. Наша добрая традиция. Наша добрая традиция. Можете перейти, посмотреть, кого заинтересует. Ну, это так. Отступление лирическое. Да. Значит, почему мы взяли этот ларь? Вы помните, предыдущий мы взяли с раздвижными крышками, стеклянными. А этот мы взяли с глухой крышкой. Хотя и в том, и в том есть свои преимущества, но этот у нас стоит внутри помещения, поэтому мы взяли с глухой крышкой, чтобы... Для разнообразия, в общем. Ну, чтобы и такой, и такой, посмотреть разницу в ларях, то есть... Ну, этот очень хорошо держит холод. То есть, как бы, мы слышим, как он включается, насколько он работает на половину своей мощности и очень шикарно. Да, с глухой крышкой лучше брать в жаркие помещения, например, или еще что-то. Ну, это по нашему мнению. Может, кто-то лучше знает в этом плане. Но мы считаем, что вот если для меньших потрат холода, затрат, да, лучше брать с глухой крышкой. Хотя есть с чем сравнить, у нас есть и такой, и такой, как бы все... И тот, и тот имеет свои определенные преимущества. Да. Данный ларь, внутри его объем 450 литров. Он имеет колесики, то есть его можно передвигать по помещению. Его вес 63 килограмма. Есть плавная регулировка температуры минуса. От минус 12, простите, до минус 25 градусов. Оцинкованный корпус. Вот так вот выглядит регулировка мощности. Напротив стрелочки, вы видите, у нас сейчас стоит цифра 5. Шкала здесь от 1 до 7. У нас примерно где-то минус 18 выставлено. Этого достаточно хватает, чтобы в ларе все продукты были в очень-очень хорошем холоде. Данный ларь, данная моделька комплектуется двумя корзинами. И то, что меня очень сильно порадовало, что он устойчив к перепадам напряжения. А в паспорте написано, что максимальные, ну, то есть от 220 до 240 вольт. У нас здесь напряжение скачет 235, 232, 240, даже 243 один раз я мерил. И он работает. Это очень хорошая информация для тех, кто живет в таких условиях, как мы, допустим, где напряжение очень сильно скачет 20 вольт, 25 вольт, плюс-минус, плюс-минус. И он хорошо работает. Мне нравится. Об этом же говорит и наклеечка производителя, что он устойчив к перепадам напряжения. Оцинкованный корпус. Он сделан по сертификату качества. Ну, и произведен у нас в стране, в России. Еще хочу добавить, что данная фирма в России, она уже работает с 1998 года. То есть уже какие-то есть опыт накопленный, да, каких-то ошибок, исправлений, еще чего-то. То есть данному производителю можно доверять. Долго работает на рынке, так можно сказать. И такой момент нам многие зрители из нашего канала на YouTube писали, что, ребята, а что вы взяли ларь? Взяли бы морозильную камеру, вертикально стоячую. Экономия места была, все. Вы знаете, ребята, у нас был опыт использования и вертикальной морозилки, и горизонтальной первой. Первой. В чем же плюс, допустим, вертикальной морозилки и плюс горизонтального ларя? Вертикальный морозилок. Я извиняюсь, то у нас холодильник. Холодильник, да. Ну и плюс, и там морозилка. Поэтому знаем, да, разница. Я показываю на размер. Например, у нас в Украине был вертикально стоящий морозильник. Там очень удобно, когда ты хранишь маленькими партиями продукты. Ты вытаскиваешь одну шухлядку, взял, вытаскиваешь вторую шухлядку, взял. Мы брали для количества. Потому что мы заготавливаем 2, 3, 5 ведер ягоды. Одной. Там 5 ведер второй ягоды для семьи. И ты его не всунешь вот в эту шухлядку. Тут ящик поставил, засыпал туда 5 ведер. И он тебе стоит. Не надо, то есть, открыл, достал там чашечкой или чем. Про удобство мы покажем, когда заглянем внутрь, как мы справились, чтобы было и вмещаемо, и удобно. Вот мы все это покажем. Может, кому-то будет это как на заметку. Да, да, да. И по поводу экономии места. Вы помните, я вам каких-то из видео предыдущих показывал, как я варил вот эту вот подставку. Под ларь. Мы его подняли на 53 сантиметра над, хотел сказать, над водой. Над землей, над полом. И все полностью внутреннее пространство под ларь у нас используется. Так как места у нас в доме немного. Ну и мы в этом даже случае вышли из этого положения. Мало того, мы даже крышку умудрились использовать под лежанку. Под лежанку? Лежанка. Знаете, что такое лежанка? На печи. Ложишься, тут тепло. По боках тепло идет. Я шучу, конечно. А крышка, даже крышку мы используем как временная площадь для хранения чего-то. Мы приезжаем с Иркутска, вы могли обратить в видео, что мы приезжаем, и тут у нас на заднем плане заставлено все. Приезжаем, положить некуда. Мы раз-раз-раз-раз-раз поскладывали сюда, поскладывали на стол, а потом уже разбираем. То есть как бы и верхняя площадь тоже у нас используется. Ну у нас там котики любят лежать. Очень-очень. А котики, да, как на лежанке. Вот лежанка как раз. Тут тепло. С той стороны тепло, но здесь вот так все завихает. Мало того, этот Ларик как обогреватель в доме. Еще плюс. У него стенка вот здесь теплая, и вот он когда греет, когда работает, он даже площадь в доме обогревает. Ну не настолько, что прям это, то есть летом это не будет ощутимо в плане перегрева в доме, но все равно приятно. Знаете, дополнительный мини-обогреватель в доме, по сути. То есть покупайте все Ларик, чтобы у вас был мини-обогреватель. Да, ну тут морозилка, тут же обогреватель, два в одном называется. Ладно. Внутренность. Внутренность. Давайте посмотрим, что же у него внутри. Хочу вам немножечко рассказать о том, как у нас устроено хранение продукта. Вот в Большом Ларе, в этом Ларе в морозилке, в холодильнике. В Большом Ларе, в веранде у нас хранится основной запас продуктов. То есть овощи, грибы, творог может быть замороженный. Здесь у нас хранится то, что мы берем постоянно для готовки. И здесь хранится основной запас ягоды. Мы ягоду отсюда набираем в ведерки литровые, ставим в морозилку. И у детей постоянно есть доступ. Они открыли, взяли, чтобы эту туда-сюда не открывать. А здесь вот сверху хранятся овощи, которые Танюша постоянно берет для готовки еды. Сейчас посмотрим. Танечку поставил на стульчик. Она у меня вот теперь вместо штатива. Она мне рассказала стишок, как в Новый год. Но все-таки мороз там, такая новогодняя тема. Дал ей конфетку. Да? Да, улыбаешься? И она согласилась меня снять. Хорошо. Шутки шутками. Открываем. Показывай, что там внутри. Итак. О-о-о-о, как тут хорошо. Я хочу обратить внимание на крышку, которая не падает вам на руки. Да. То есть она очень удобная. Она держится. Смотрите. Она с пружинками. Можно вот так вот открыть. Достать, чтобы если что, вам быстро. Ну, я сюда достаю. Хорошо. Танечке, если что надо. Она на стульчик может становиться. Сама суть. В комплектации с завода идет только две корзины. Но из-за того, что у нас есть еще один ларь, и мы там не используем их, мы взяли с него. То есть с другого ларя сюда корзины тоже подходят. Корзины можно докупить. Это не проблема. Можно докупить. У нас стоят пять корзин. Каждая, вот допустим, у нас тыква замороженная. Вот такие сутки мы брали в фит-прайсе. Отлично работает. Отлично все заморожено. Очень экономично используется место. Вы видите, что нету нигде свободного места. И все полностью у нас подписаны. Есть место, где свободно можно что-то достать. Внизу у нас в пакетах хранится ягода. Вот весь полностью запас у нас в пакетах. Можно хранить в картонных ящиках. Но еще такой немаловажный момент, что можно хранить ягоду, если у вас меньше вы собираете ягоды или заготавливаете на зиму, можно хранить и в таких судочках. Не в холодильнике, а именно прямо здесь тоже. Там половина, например, занята овощами. Прямо здесь. Либо взять в судочке, контейнеры поменьше, например, один на один ставить прямо в корзинке. Половина там контейнера, два, три. Здесь с размерами можно поиграться, кто-то в пакетах герметичными хранит на застежке. Тут у нас все шикарно разложено, ничего не вымораживается, все закрыто. Да, специально храним в пакетах, чтобы не вымерзала ягода. Мы пробовали в ящиках хранить, но нам удобнее в пакетах. Все-таки оказалось их удобнее поскладывать. Если даже в ящиках, то обязательно, чтобы там внутри был пакет, что он будет в ящике стоять. Под этой корзинкой стоит блок двигателя. Даже сюда можно что-то положить, там, допустим, масло замораживать, если вы сами делаете. И, соответственно, можно вот так вот еще хранить, как Танюшка поставила. Пакеты такие, такие вот, видите, на этих. На застежках. Один на один, потом еще можно один на один. Но нам вот нравится, я больше, видите, склоняюсь к судочкам, кто-то больше к пакетикам. Поэтому подписали и храните. Вот так у нас все красиво. Вот видите, вот эти емкости занимаю я вот так пакетиками. То есть вот тут у меня занято, вот тут занято. Травы, баклажаны, спаржа, грибы, тыква, кабачки, помидоры, огурцы, горох. На еду и горох на блюда. Скажите, как можно помидоры хранить? А вот смотрите, вот свежие помидоры. Да, вот мы на салат их берем. Берем на салаты. Точно так же огурчики. Ну мы отдельно снимем список того, что мы храним. Вот такой вот маленький обзорчик внутри. Многие зрители нашего канала писали, зачем вам вы вообще? Зачем он зимой? Есть очень мудрая поговорка народная, что сани к зиме нужно готовить летом. То есть зимой, приобретая ларь, вы можете попасть на какие-то скидки, на какие-то акции. Вовремя успеть его приобрести. Да, вовремя успеть приобрести. Потому что когда придет сезон и нужно будет морозить, и морозить много в данном случае, как у нас семья, 7 человек, 5 деток. То мы морозим, готовим много. Сели ящик помидоров, ведро 2, нарезали, заморозили, положили. То летом вы можете кинуться, а цены выросли. Пока доставят. Пока ажиотаж на ларе. У нас просто был такой печальный опыт. С сушилкой. И с сушилкой, и в Киеве, мы как жили еще в Украине, мы заказали маленькую морозильную камеру. Ее не оказалось в магазине. И у нас за 3 дня почти вся смородина, 3 ведра, что привезли из села, она почти пропала. Да, мы когда звонили на эти, в магазин, говорят, у нас сейчас ажиотаж, очень много заказов. Говорят, не успеваем всем рассылать, нету, на складах нету, везем, везем, подождите, мы еле нашли тогда. Поэтому мы стараемся не в сезон приобретать то, что нужно будет в сезон. Это касается и сушилок, и комплектации к сушилкам, и морозильный ларь, допустим, почему мы приобрели в январе месяце, а не в июне, допустим. В декабре, в том году мы приобрели его. В декабре? О, так еще больше. Уже почти год прошел. Ну, мы же приобрели в 2017, сейчас уже 2018. Ну, да. Ну, что, что, прошло 3 месяца, а, полтора месяца? Да. Ну, в принципе, вот так вот, ребята. Работай довольны, работай тихо. Работай тихо, ночью никого не будет. На голову не дают, то есть звук тихонечки, ну, такой, если прям громко бывает работает, а вот прям тихо, хорошо. Друзья, надеемся, вам данный обзор был полезен. Еще раз хочу напомнить, ссылочку на этот ларь и на завод-производитель мы оставим под этим видео. Заходите, смотрите, пишите свои отзывы, присоединяйтесь. Можно еще попрошу, может, у кого есть опыт использования именно ларей, поделитесь, как вы, может, у вас есть какие-то фотографии, ссылочки бросьте, как вы обустраиваете внутренность ларя, чтобы было удобно, комфортно. У каждого свои хитрости, у каждого свои нюансы. Я думаю, хозяйки на канале, у кого есть ларя, будут благодарны за такие отзывы, за какие-то такие вот видеоматериалы, фотоматериалы. Как это, это, как называется, уборка дома по Конмари, да? Да. Там есть какие-то свои хитрости, и многие, кто этим пользуется, благодарны. Тоже и здесь могут быть какие-то хитрости использования внутреннего пространства. Чтобы было экономно. Да, чтобы было экономно и чтобы было легко доступно. Вот так что делитесь. Своей хитростью мы поделились, нам очень легко доставать. Я практически каждый день подхожу к Ларе, открываю крышечку, что-то беру оттуда для себя нужно для готовки. Ну и делитесь своими. Закончились только ягоды, я сразу раз набрал, поставил туда, ребятишка. Да, тоже. Ну, все. До новых видеообзорщиков. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok